Всем привет! Сегодня будет домашнее хозяйственное видео. Я буду разбирать аптечку свою. Вместе с вами мы проверим, нет ли там чего лишнего или просроченного. Вообще, это видео скорее, наверное, по запросу, потому что очень много было просьб снять видео «Аптечка-минималиста». Но вот посмотрите, как выглядит наша аптечка. Мне кажется, совсем не минималистична. Она выглядит ужасно, потому что она просто вот у нас упала и сломалась. В общем, весь контейнер побился, и мы будем все перекладывать в новый контейнер, ну и заодно наведем порядок. Почему так? У нас много людей в семье, во-первых. Во-вторых, у нас далеко не все лекарства, к которым мы привыкли, они вот доступны на расстоянии вытянутой руки, потому что мы живем не в России, и периодически мы покупаем какие-то лекарства с запасом. Поэтому вот мы сегодня посмотрим, что здесь есть. Еще я буду наводить порядок на кухне. Мы, наверное, разберем ящик со специями и посмотрим, что там, можно ли там что-нибудь улучшить или что-нибудь выбросить оттуда. И третий запрос, который я хочу тоже удовлетворить в этом же видео, потому что нет смысла никакого снимать отдельное видео. Я расскажу о том, какой парфюмерией я пользуюсь, и вы, наверное, посмеетесь. И последняя тема, которую мы сваливаем сюда же в это такое разноплановое домашнее видео, это уход за кожей лица. Я вообще небольшой фанат косметологии, всякого домашнего ухода, в том числе и салонного. Но я в прошлом году открыла для себя домашние пилинги кислотные, и эта процедура мне нравится. Сейчас одна моя знакомая, мы с ней учились в одной школе, она выпустила свою линейку средств и прислала мне ее на обзор, так сказать, как настоящему блогеру. Так что я сейчас пользуюсь всем тем, что она прислала, и где-нибудь там в середине или в конце видео я вам расскажу о своих впечатлениях. Но давайте начнем все-таки с аптечки. Вместо старого вот этого вот разбитого контейнера, который теперь везде в дырках и трещинах, у нас будет настоящий контейнер металлический для хранения лекарств. Он прямо для этого предназначен. У него есть такой вкладыш внутрь, чтобы хранить что-то мелкое, и внутри у него такие всякие там отделения, так что я думаю, что будет удобно хранить всякие вещи, которые плохо стоят. Сейчас я попробую как-нибудь направить камеру на стол, и будем разбирать и перекладывать. Дальше с вами будут разговаривать мои руки, поехали. Сначала мы все вытащим из старого контейнера, и потом то, что останется, то, что пройдет модерацию, то переложим в новый. Тест на беременность. Кто внимательно смотрит наш канал, знает, что я не очень на эту тему переживаю. Плюс ко всему, у него закончился в августе срок годности. Так что, ну, не знаю, я не представляю, что там может испортиться сильно, но он мне просто не нужен, поэтому тоже будем его куда-нибудь сдавать. Интересные таблетки для детей давали. Это таблетки для окрашивания налета на зубах. Мы ходим регулярно к стоматологам, сегодня, кстати, тоже пойдем, и к стоматологам, и к гигиенистам, и они дают вот эти таблетки, чтобы окрасить налет и посмотреть, где ты сам или где ребенок плохо прочищает зубы. Дальше из интересного это мои менструальные чаши, чтобы никого не шокировать, доставать не буду, но вот они лежат в аптечке просто в таком пакетике мешочки. Так, еще из интересного здесь калипер, кажется, называется. Это такой приборчик для измерения уровня жира подкожного. Ну, ты, соответственно, зажимаешь складку в определенных местах, и потом по таблице определяешь, какой процент жира у тебя в организме. И самое, наверное, веселое и смешное, здесь есть некоторое количество средств от вшей. Нам периодически приходят письма из школы, что у кого-то где-то дошли вшей. Я в панике начинаю скупать все, что могу найти, чтобы обработать детей, потому что, ну, если вы видели мои волосы, вы догадываетесь, насколько я всего этого боюсь. Поэтому для профилактики у нас вот эти штуки всегда есть дома, и мы даже ими периодически пользуемся. Это специальный пинцет для извлечения клещей. Здесь, в Нидерландах, вообще с клещами все неплохо, ну, в смысле, их не очень много, тут не так много лесов. Ну, и рядом Германия, и, в общем, периодически что-нибудь такое может случиться, поэтому у нас есть дома специальный этот пинцет. И здесь еще у меня какой-то перевязочный материал, бинт, бинт эластичный и какие-то вот стерильные повязки. В общем, даже не буду вытаскивать, пусть себе живет в этой коробке. Итого, это остается. Сейчас сложим в коробочку. Это нафиг выбросим. Ну, вернее, как выбросим, я, опять же, отвезу в аптеку. Мне говорили, что не везде, например, в Устрихте, в Нидерландах, моя знакомая пыталась сдать лекарства и сказали, что, ну, вы, конечно, приносите, но мы их просто выбросим в common garbage. Мне кажется, что в вопросе наполнения семейной аптечки самое главное – это все-таки, ну, какие-то индивидуальные особенности. То есть в зависимости от того, чем чаще всего в вашей семье болеют и можно ли, допустим, эти лекарства долго хранить или быстро, наоборот, раздобыть. Для хранения лекарств, мне кажется, целесообразно использовать метод вертикального хранения, чтобы все стояло так, чтобы можно было прочитать название. То есть не складывать все какими-то стопками, когда они видны. Если у вас, допустим, контейнер, то надо делать так, чтобы название препарата было видно сверху. Если у вас, наоборот, горизонтальное хранение на полочке, вы храните одно на другом, то, опять же, надо сделать так, чтобы названием к себе все лежало. Ну, тут, мне кажется, все просто и очевидно. Итак, с аптечкой я закончила. Получился вот такой аккуратный контейнер. Он меньше по объему, чем тот, который был. Но за счет того, что мы избавились от лишнего, тут вот всякие упаковки, некоторое количество просроченных лекарств, получилось все более компактно сложить. В общем, вот, да, разница была. Стало. Мне нравится, мне нравится, что он такой, как настоящая аптечка. Что не вышло использовать. У него был вот такой вот вкладыш внутри этого контейнера, тоже металлический. Но у меня просто часть всяких бутылочек более высокие, и его сюда положить не удалось. В общем, все лежит довольно компактно, но удобно. Я действовала не по принципу, допустим, там, лекарства от температуры, с лекарствами от температуры, или лекарства от, не знаю, желудка, с лекарствами от желудка. Во-первых, у нас практически всегда есть только одно какое-то лекарство, ну, допустим, там, от кашля, у нас мукалтин, от головной боли протестамол. Кажется, кстати, больше. А, нет, еще и бупрофен есть. Ну, ладно, окей. Ну, одно, максимум два лекарства на какой-то симптом, скажем так. Я скомпоновала все так, чтобы, допустим, бутылочки стояли с бутылочками, коробочки с коробочками, коробочки стояли вверх этикетками, чтобы можно было понять, что где хранится, и старалась все расположить максимум в один уровень, кроме огромных запасов наших Номи Грена. Их я положила аж в три уровня, но там под каждым уровнем дальше только одно и то же лекарство, поэтому пока все вот так вот. Я думаю, что стало точно не хуже, думаю, будет довольно удобно. Ну, и да, отдельно я, естественно, сложила вот всякие там шприцы, термометры, всякие штуки для самостоятельного осмотра ротовой полости и пинцет для удаления клещей. Все это лежит в отдельной теперь, в отдельной ячейке, и все это можно быстро достать, просто открываешь контейнер и достаешь. Все, кажется, на этом. Мне не очень нравится, что вот тут вот сверху лежит вот этот перевязочный материал, но, кажется, другого варианта нет. У нас есть еще отдельная аптечка для спортивных всяких забегов, мероприятий, там тоже есть перевязочный материал. Но в аптечке, в обычной, я считаю, он должен быть, потому что куда-то в первую очередь побежишь, если что-то страшное случилось, конечно, к основной аптечке, а не куда-то там, в далекий сарай, где хранятся вещи для спорта. На этом с аптечкой мы закончили, и давайте, наверное, переходить к парфюмерии. Насчет парфюмерии у меня нету вообще никаких совершенно изысков. У меня есть некоторое количество парфюмов, которыми я пользуюсь очень много лет. Мне даже страшно подумать, сколько, но некоторыми, наверное, больше 10 точно. В общем, что у меня есть? У меня есть эйфория от Кельвин Клейн, я даже не знаю, она еще вообще выпускается. Давидов, Давидов, Cool Water, Cool Summer. Это лимитка какого-то там, типа, я не знаю, наверное, 2000 года примерно. Наверное, очень легкий, такой ненавязчивый летний аромат. Никак его не допользую. Вот им я, наверное, сейчас наиболее активно пользуюсь. Эйфория для меня очень тяжелая все-таки, хотя, ну, мне кажется, она больше на... Она сладко-горькая какая-то, больше на выход. Ну, то есть каждый день я таким вообще не могу пользоваться. Мне кажется, это больше для более томных женщин, что ли, не знаю. И Хугабос, без понятия, как называется, парфюм, у меня даже потерялась уже крышечка от него, тоже уже заканчивается. Ну, в принципе, такой довольно легкий аромат. Легкий, свежий, чуть-чуть, может быть, сладенький. Мне, в принципе, он тоже нравится. Это аромат, которым я пахла, можно так сказать. Я знаю, что ароматы слушают, а когда ты сам его источаешь, какой нужен глагол. В общем, этот аромат я использовала в день своей свадьбы последней. И у меня именно такие ассоциации с этим запахом. Что я хочу сказать? Я вообще не специалист по вот этому всему. Как вы видите, я покупаю это очень редко. Периодически мне что-нибудь дарят. Когда мне что-нибудь дарят, что мне не нравится, знаете, что я делаю? Я использую их вот в таких вот ароматизаторах для дома. То есть я просто когда-то купила их некоторое количество, и я с тех пор их переиспользую. То есть я просто переливаю сюда или перепшикиваю, что вообще дофига времени занимает. А те ароматы, которые мне не хочется использовать на себе. Все, это все, что я могу сказать про парфюмерию. Не спрашивайте меня больше, потому что я в этом вообще ничего не понимаю. Ну а теперь пойдемте на кухню и наведем там порядок в ящике со специями. Я давно собиралась, и наконец-то сегодня у меня дойдут руки. В этом ящике есть некоторая подстава. Он такой скругленный несколько с боков. И в итоге те контейнеры, те баночки, которые у меня есть, они туда плохо становятся. Я некоторое время долго мучилась, пыталась их как-то там упихивать. В итоге они становились в каком-то полушахматном порядке, занимали больше места. В общем, было неудобно. Потом до меня внезапно дошло, что у меня где-то валялся какой-то кусок ламината отпиленный. Я его туда поставила, и он идеально подошел для того, чтобы чуть-чуть приподнять дно и сделать вот этот угол между стенкой и дном прямым. В итоге у меня отлично все эти баночки стали помещаться. Стало гораздо удобнее. Я не могу сказать, что я прям большой фанат специй. У меня их довольно много, но я не так часто ими пользуюсь. Более того, я подумываю через некоторое время, может быть, провести такое конкретное расхламление и оставить буквально там вот то, чем я пользуюсь регулярно. Регулярно я пользуюсь солью, кунжутом, пользуюсь красным перцем, пользуюсь сухим чесноком. Это вот то, что реально постоянно в ходу. Все остальное, ну, скорее вот из соображений, что вот оно же есть, надо допользовать. Редактор субтитров А.Семкин Короче, быстренько расскажу про уход за кожей лица. Сейчас у меня, вот я буквально несколько недель назад начала пользоваться вот этим вот уходом. Это докторс адвайс, типа советы докторов. Сначала я пользуюсь гелем для умывания. Он, ну, на мой взгляд, ну, обычный хороший гель для умывания, то есть в нем нету ничего сверхъестественного. Ну, я не знаю, для меня гель для умывания, ну, кроме тех, знаете, которые смывают кожу целиком, типа примерно, как такие суперщелочные. Все остальные, ну, те, которые более-менее мягкие, не пересушивают кожу, ну, просто это гель для умывания для меня. И у меня не то, чтобы какой-то гигантский опыт, и мне не так много есть с чем их сравнивать. Потом я пользуюсь вот этим пилингом. Я пользуюсь два раза в неделю. Первый раз я пользовалась 15 минут, второй раз 20, третий раз 30 я его держала. Ну, естественно, чем дольше держишь, тем больше будет эффект. Это кислотный пилинг. Здесь витамин С с эффектом биоревитализации, трехкислотный и отбеливающий. После первых 15 минут у меня даже как-то вообще особо эффекта не было. После второго и третьего раза был эффект. У меня ничего не слезает, у меня нет какого-то шелушения. Кожа выглядит более такой, знаете, более нежной. Ну, она совершенно точно более нежная на ощупь. Она более такая сияющая, что ли. И кожа выглядит более тонкой. То есть у меня кожа такая вот довольно плотная, довольно грубая. То есть у меня практически ничего там не просвечивает нигде. Никакой куперозы нету, не видно на лице, по крайней мере. Ну, может, там на веках где-то видно какие-то сосуды. На лице ничего такого нету. То есть кожа прям такая плотная. И у меня комбинированная кожа. Мне этот пилинг пока, по крайней мере, нравится больше, чем тот, которым я пользовалась в прошлом году. В прошлом году я пользовалась вот таким. Е-е-ус, наверное. Это гликолевый 30-процентный пилинг с ретинолом и зеленым чаем. Он есть на херп. Он гораздо концентрированней. Его надо держать там типа в первые разы буквально по минуте. И, ну, в общем, можно дать маху, если ты случайно задумался. У тебя потом просто, не знаю, пластаби кожа будет сходить. То есть он более сильный. Тот, которым я сейчас пользуюсь, он более мягкий. И для начинающих, мне кажется, он неплохой вариант, чтобы попробовать. И, собственно, после пилинга я пользуюсь вот этим вот регенерирующим кремом. Написано «Питательный увлажняющий крем с витаминами А, С, Е и Ф». Крем для лица номер один. У меня он, ну, с одной стороны, достаточно легкий. То есть сразу, когда его наносишь, нет ощущения какой-то там перегруженности кожи, какой-то супер жирности и так далее. Но я его вечером делаю пилинг, вечером же наношу после него крем. И утром, когда я просыпаюсь, у меня вот, ну, есть ощущение некоторой излишней жирности на коже. То есть, ну, обязательно надо умыться после этого. Не знаю, это связано с кремом или с пилингом. Но вот мои такие впечатления. В общем, мне кажется, что штука классная. У меня действительно за буквально вот три процедуры лицо стало лучше. Естественно, это не то, что я помолодела на 50 лет сразу. Но я вижу разницу. И она такая, как бы это сказать. То есть это та разница, которая позволяет комфортно жить. Это не то, что вы фиганули там суперконцентрированным пилингом, и ты неделю не можете из дома выйти, потому что у вас все лицо слезло. Нет, это то, что совместимо с жизнью. Я буду дальше тестировать. Я оставлю контакты. Если вдруг кто-то захочет, заинтересуется, то в описании все будет. Я с этого, чтобы вы знали, ничего не получаю. То есть я вот только получила на тестирование эти средства. И если они мне через некоторое время все так же будут нравиться, когда они закончатся, мне дальше надо будет тоже уже самой покупать. Кажется, на этом я переделала все дела, которые запланировала сделать в этом видео. Я надеюсь, что оно, может быть, на что-то вас смотивировало или просто, не знаю, добавило вдохновение. Ну или в крайнем случае просто вы провели как-то это время не очень бесполезно. Ну или хотя бы приятно. Спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на второй канал, оставляйте комментарии какие-нибудь позитивные, конечно. И все, пока-пока, до новых роликов. Спасибо.